Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Когда Максим позвонил, на самом деле он говорил, а выборе там, ехать, не ехать? У меня, по большому счету, выбора не было, потому что, когда он позвонил и сказал, что я приглашаю тебя на конференцию и отказ не принимается, вы сами понимаете, у меня как бы выбора не было. Но я рад бывать здесь, бывать среди вас. Почему? Потому что, знаете, вчера мы вспоминали какие-то моменты из нашей общей прошлой жизни, когда я приезжаю сюда к вам, мне не то, чтобы не нужно казаться другим. Вы, многие из вас, вы видите меня такой, какой я есть. Понимаете, о чем я говорю? Потому что со многими из присутствующих здесь я покаялся, я возрастал, я укреплялся во Христе. И я могу быть, ну можно сказать, ну как бы естественным. Да, ну на другую конференцию ты приезжаешь, мы все равно там что-то, может быть, представляем из себя или пытаемся что-то показать. Мы оцениваем друг друга, да. Выходят спикеры другие, ты спокойно сидишь где-то там, чуть-чуть критикуешь их. Вот. Здесь я прихожу как в семью. Вот честное слово. Я среди вас, я вас люблю. Я вас люблю. И вот это обстоятельство, вот этого, скажем, открытости такой, да, оно позволяет мне сегодня, позволит мне сегодня сказать вам, скажем так, проповедь, которая не есть проповедь, это исповедь. Это моя исповедь о том слове, которое я получил в свою жизнь спустя многие годы пребывания во Христе, многие годы нахождения в теле Христовом в церкви, служения, да, я получил это слово. И я сегодня хотел бы поделиться с вами этим словом. И давайте откроем Иоанна 15 главу со 2 по 10 стих. Я прочитаю. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет дано вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. И мысль, которая пришла ко мне, когда я читал эти стихи, а что такое пребывать во Христе? Что значит прибыть в Господе? И здесь Иисус, Он говорит в пятом стихе, Он говорит о неком успехе в деле, в служении, которое я буду иметь, если я пребуду во Христе. В пятом стихе, я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Первое, чтобы принести много плода, надо пребывать в Иисусе Христе, и Он будет пребывать в нас. Второй момент, мы будем обеспечены всем необходимым для достижения цели. Это седьмой стих. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и я вам это дам. То есть Господь нам дает некий инструмент в наши руки для достижения определенной цели. Но условием опять, если пребудете во мне. И третье, самое важное, в восьмом стихе, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. То есть те плоды, которые мы принесем в результате нашего служения, в результате того, что мы достигнем этих плодов благодаря наличием тех инструментов необходимых, чтобы собрать этот плод и принести к Богу, мы прославим нашего Отца Небесного. И Господь, Он ожидает эти плоды, Он заинтересован в этом. И я задаю вопрос, Господь, что я должен делать, чтобы пребывать в Тебе? И наверняка, если я задам этот вопрос вам, я смогу услышать набор таких стандартных вещей, стандартных вещей, дежурных вещей, которые они должны быть, и они должны быть, и их никто не отменяет. И это посещение церкви, быть в Теле Христовом, общение с братьями, с сёстрами, это чтение Слова Божьего, это молитва, это пост. Да? И кажется, что соблюдая всё это, ты пребываешь, ты читаешь Слово, я пребываю в Господе, да? Я пришёл в церковь, я пребываю, я в Теле Христовом. Но, друзья мои, я вам на память могу назвать как минимум трёх-четырёх человек из моего ближнего окружения, которые всё это делают, но они не пребывают в Господе, и Господь не пребывает в них. Посещение церкви, это может быть не более, чем хорошей традицией, либо привычкой. Многие католики, да и даже в нашей царской России, ещё там 150-200 лет назад, это было нормально всей семьёй пойти в церковь, в воскресенье. То есть посещение церкви, оно нисколько не даёт тебе гарантии того, что Христос, Он в тебе, а ты в нём. Это просто хорошая привычка, это ожидание чего-то и так далее. Пост и молитва, это может быть результатом нужды, нужда нас двигает к Богу, аминь. Когда человек в нужде, он ищет Бога. Когда моему отцу поставили диагноз онкология четвёртой стадии, он начал молиться. Он не возражал, когда я начал за него молиться. Понимаете? Нужда надвигает нас к Богу. И любой неверующий человек, однажды на кормление я пришёл с пакетами, пришёл всего один человек. Но поскольку я принёс это изобилие, я и отдал всё ему. И он начал молиться, он говорит, Господи, слава тебе, слава. Ты посмотри, Господь видит, вот я сегодня встал, Господь видит мою нужду. Вот поем теперь, да, понимаете? Но человек в зависимости в алкогольной. Молитва – это не факт, что Христос в тебе, и ты в нём. Чтение Слова Божьего – это вообще отдельная история. Это может быть хорошим времяпровождение в местах не столь отдалённых, когда у тебя времени в преизбытке. Очень многие заключённые, они читают Слово Божье, потому что больше или читать нечего, или ещё что-то. В больницах, слава Богу, у заобратьев Гидеоновых, да, они распространяют Евангелие. И будучи однажды в Новополоцке, в Республике Беларусь, обожаю эту Республику Беларусь. Да, у меня жена белоруска. Будучи в гостинице, на тумбочке лежало Слово Божье. И тот водитель, с которым я был, он просто от нечего делать, он взял и начал читать Слово Божье. То есть, чтение Слова Божьего, оно также не даёт гарантии, что ты во Христе и Христос в тобой, в тебе. Скорее всего, все эти атрибуты, они, само собой, разумеющиеся для человека обновлённого, для человека рождённого свыше. Это должно быть. Таким образом, Иисус, Он говорит о нечто большем, чем просто посещение церкви, молитва, чтение Слова. И для того, чтобы понять, о чём же говорит Иисус, когда передаёт нам эти слова, давайте с вами откроем Евангелие от Луки, 5 глава. И это 5 глава из 1 стиха. Это всем известная история. Это то, как однажды Иисус вошёл в лодку к Петру. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, тоже примечательный момент. У Христа всегда есть выбор, в какую лодку войти. Поэтому, если ты размышляешь и долго думаешь, пустить ли Христа в свою лодку, имей в виду, есть вторая. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы и даже сети у них прорывались. Четвертый, пятый стих. Состояние Петра на тот момент, когда Иисус ему говорит, отплыви на глубину. Отплыви на глубину и закинь сети. Любой из вас, занимаясь чем-то, может себе представить, когда, ну давайте я про себя, поскольку это исповедь, буду говорить я. У меня небольшое производство и я делаю железобетонные кольца. И был такой период в моей работе, когда эти кольца, они просто начали падать. У меня брак, 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 брак. И мы начали вот перебирать все там, давай, цемент может быть плохой, поменяли цемент, нет. Щебень может быть, поменяли щебень, нет. Мы перепробовали все, что можно перепробовать. В очередной раз я захожу домой, мрачнее тучи, жена говорит, ну что такое? Я говорю, ну опять падают. Понимаете, она мне такую фразу говорит, ну может быть вам цемент поменять? Понимаете мысль? И ты думаешь, я поменял все, что можно. Я ловил всю ночь. Я ничего не поймал. Тут приходит человек со стороны, подобно как к Петру пришел кто? Плотник. Иисус это плотник. И говорит, рыбаку, отплыви поглубже и закинь свои сети. И в то состояние, когда мне моя дорогая говорит, ну может быть не цемент, а песок, вы что-то не так делаете, понимаете? И ты начинаешь внутри закипать, думаешь, кто меня учит вообще? Я бы принял там совет от мастера там железобетонных дел, но не от своей супруги. Петр говорит, я трудился всю ночь, но по слову твоему я сделаю. Он отплывает, закидывает и получает благословение. И этого благословения хватает не только Петру, но хватает еще и другим, тем, кто были с ним. И, возможно, твое духовное состояние сегодня, оно таково, что ты, как Петр, ну готов бы был уже сдаться. Он мог сказать Иисусу, Господь, я устал, я не могу, я сети уже помыл, позволь мне уйти домой, я лодку тебе свою отдал, ждал, пока ты народ там словом накормишь. Мне надо еще отдохнуть и подумать, где все-таки взять еду для своей семьи. Возможно, твое духовное состояние на сегодняшний день, то, с чем ты сталкиваешься, оно напоминает состояние Петра. Ты молишься за родных, за близких, но они не хотят принимать Христа. Ты молишься за свое служение, но оно стоит на месте, оно буксует, и ты готов уже опустить руки. Но, друг мой, позволь Христу вместе с тобой отплыть на глубину и закинуть эти сети еще раз, еще раз, каждый день, еще раз. Петр говорит, по слову твоему сделаю. И сначала, Петр, понимаете, в тот момент он приносит некую жертву. Сначала он жертвует вещи материальные, он дает свою лодку, он дает свою собственность, потом он дает свое время, когда ждет, пока Иисус будет проповедовать народу, потом он ставит свою репутацию под удар, потому что его плотник учит ловить рыбу. Как часто мы переживаем, когда наша репутация, она находится, когда нам дают советы, когда нас ведут, да, и наша репутация, она страдает от этого. Впоследствии, Петр, он свое эго смирил, он принес, он упал на колени и говорит, Господи, выйди от меня, ибо грешен я. И эта история, она отражает, что однажды произошло с нами, когда мы первый раз приняли Христа. Это время мы называем время первой любви. Когда я пришел в центр, и ко мне подошел молодой, щуплый, на 10 лет, младше меня, молодой человек, и начал мне говорить, как мне поменять мой образ жизни, я ему говорю, чему ты можешь меня научить? Я уже школу закончил, когда ты в нее только пошел. У меня два высших образования, у тебя незаконченное среднее. Что ты можешь мне дать? Но тем не менее, он меня направил на глубину. Он меня направил на эту глубину, и я получил это благословение от Христа, и, пав перед Ним, я сказал, Господи, я грешен. Господи, я грешен. Очень часто можно услышать, что Петр склонил свои колени, когда увидел, как сети рвутся от рыбы. Друзья мои, это не так. Вы видели, когда... Можете вы себе представить человека, который выиграл лотерею, крупный выигрыш, несколько миллионов, сот миллионов, приходит в банк, получает деньги, тут же и отбросает, так в кассу, бежит в монастырь, там, в первую церковь, и говорит, пастор готов служить, я грешник, Господи, помолитесь за меня, и так далее. Материальные блага, они нисколько нас не предвигают к Богу. Иногда нам кажется, если мы получим все, у нас будет время служить Богу. Нет, у тебя не будет этого времени служить Богу. Ты это время будешь размышлять, как эти деньги, куда вложить, и так далее, аккумулировать, или еще что-то. И Иисус, в какой-то момент, Он возвращает репутацию Петру, Он его поднимает, Он его поднимает. Когда Петр поймал эти две сети, Иисус, тем самым, Он вернул статус Петра, как рыбака. Не то же самое происходит с нами, когда мы принимаем Христа, мы возвращаем себе, Бог возвращает нам статус отца, мужа, сына, матери, сестры, когда мы некогда разрушенные, не способные управлять своей жизнью, потерявшие что-то. Все, я потерял все. Бог, войдя в твою жизнь, Он возвращает тебе этот статус. сейчас мой отец, Он гордится мною. 20 лет назад Он душил меня, желая убить, потому что Он не видел, как мне помочь. Бог возвращает тебе статус, но перед этим ты должен сначала склониться, ты должен сначала пожертвовать своей репутацией, Аминь. Итак, к Петру в лодку вошел наставник, а вышел уже Господь. И в нашей жизни очень часто есть люди, которые являются наставниками, которые приводят нас к Господу. И Петр начинает свое хождение в Господе, равно как и мы, однажды приняв Христа, мы двигаемся с Господом по жизни. Но рано или поздно мы попадаем в ситуацию, которая духовно нас не устраивает. Мы оказываемся перед неким выбором. И знаете, это может произойти через 5, через 10, через 15, через 20 лет, когда ты во Христе, когда ты ходишь в церковь, ты знаешь Слово, но тебя в какой-то момент это настигает. И я для себя понял, что это серые дни, которые мы переживаем. Кто-то может это назвать долина тени смертной, когда ты все, для меня это серые дни, потому что все становится серым. Радость жизни, она пропадает. Радость Евангелия, она пропадает. Ты читаешь Слово, и оно тебя не касается. Ты приходишь в церковь, и прославление не то, проповедь не та, что-то не то. в моей жизни были вот эти ситуации, и я не понимал, что я ищу Бога, я не слышу Бога, я не нахожу Его. Я пытаюсь что-то сделать, и ты ходишь вот как пони по этому замкнутому кругу, бегаешь, бегаешь, ты можешь год бегать, можешь два, ты говоришь, Господь, благослови меня, зажги мое сердце, помоги мне, и ты начинаешь вспоминать невольно времена вот этой первой любви, когда ты однажды склонил свои колени, когда Господь вошел в твое сердце, когда ты был благословением для других, когда ты сам был благословлен, когда слово это было действительно как хлеб Божий для тебя, и ты вкушал его каждый день, ты находил в этом радость, и ты молишься, говоришь, Господь, зажги во мне огонь, как во время первой любви. Вы переживали такое когда-нибудь в своей жизни? Время первой любви, и вы знаете, я очень часто пытался вернуться во время первой любви, чтобы переживать те ощущения, эмоции, назовите их как угодно, состояния, как во время первой любви. Давайте откроем Иоанна 21 главу со 2-го, 3-го стиха прочитаем. Иоанна 21 глава, 2-й, 3-й стих. «Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку и ничего не поймали в ту ночь. Петр полный харизмы, откровений, ученик Иисуса Христа, три года ходивший с Ним, видевший эти чудеса, видевший преображение Христа, видевший Христа воскресшего, который пришел. Ребята, если вдуматься, что видел Петр, через что он прошел, через что он прожил, чем он обладал, в какой-то момент своей жизни он возвращается к тому же самому. Он говорит, я пойду ловить рыбу. Он ищет те переживания, которые с ним когда-то однажды были в этой лодке, когда он подчинил свой статус, когда он подчинил свое эго, когда он подчинил себя Христу, сказав, я это уже делал много раз, я уже молился, я уже постился, но по слову твоему я сделаю, тем самым протягивая руки Христу. И дальше начинается история, с которой это по сути и началась мое размышление и моя исповедь. Иисус говорит Петру, любишь ли ты меня? Он говорит, люблю. Любишь ли ты меня? Три раза он у него спрашивает и задает ему один и тот же вопрос. В 18 стихе 21 главы Евангелия Атеана он ему говорит, истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой припояшет тебя и поведет куда не хочешь. И дальше Иоанн пишет, сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога и сказав сие, говорит ему, иди за мной. Когда я прочитал этот момент, эти стихи Господь Он мне показал в несколько другом свете. Когда я до этого размышлял над этими стихами, я думал, ну да, наверное, речь идет о распятии Петра, о том, что своей смертью Петр на кресте прославил Бога. Но размышляя над всем этом, я стал понимать, что когда я был молодой, когда я переживал это время любви, когда я только узнал Христа, когда я приехал из репцентра в Волгоград, я по сути был молодой, и я ходил куда хотел. Я начал с того, что я начал выбирать себе церковь. Я пошел в одну церковь, я пошел во вторую, я пошел в третью, в четвертую, остановился на четвертой. Я выбирал, какие книги мне читать, на какие конференции мне ходить, в каком служении мне участвовать. Понимаете? ходить мне на ту домашнюю группу или на эту домашнюю группу. Я был свободен, я выбирал. Я выбирал из всего изобилия того, что Бог предлагал мне. Но Иисус говорит, ты был молод, но когда ты состаришься, когда ты духовно повзрослеешь, ты должен быть готов, что кто-то свяжет тебе руки и поведет тебя, и этой смертью ты прославишь. И дальше Он говорит, иди за мной, иди за мной. Друзья, Господь нас хочет вести дальше, но для этого нам нужно смириться и протянуть свои руки, для этого нам нужно иметь вот эту духовную смерть на свои желания, на свои проблемы, о чем говорил пастор Борис, что у нас есть проблемы, Господь желает нас вести дальше, но для этого мы должны умереть на свое эго. Каждый из нас он ищет зоны комфорта. Я понял, что все 20 лет я искал этой зоны комфорта, мне было удобно, я был вот в этой системе, в этой церковной системе, я приходил, служил, что-то делал, читал, молился, постился и так далее, но не было чего-то настоящего, не было этой духовной жертвы, не было этой жертвенности, не было вот этого водительства Иисусом Христом, не было этого слова «иди за мной», не было этой смерти. И в Евангелии от Матфея в 25 главе Иисус говорит такие слова «Стояло две толпы по правую и по левую руку», и он правым говорит «Войдите в царствие мое, вы верные, потому что когда я был голоден, вы меня накормили, когда я жаждал, вы меня напоили, в тюрьме вы меня посетили, когда я был в больнице, в немощи, вы пришли ко мне». Они говорят «Господи, когда это было? Когда мы тебя видели в таком состоянии, Господь?» Он говорит «Когда вы это сделали одному из малых сих?» А другим он говорит «Вы неверные, уйдите от меня». Они возражают «Господи, мы именем Твоим, ребята, вдумайтесь, мы именем Твоим исцеляли, пророчествовали». Он говорит «Я вас не знаю. Мы именем Твоим служили Тебе?» Он говорит «Я вас не знаю. Почему? Потому что когда я был в больнице, вы ко мне не пришли. Когда я был в тюрьме, вы меня не посетили. А когда я хотел есть и пить, вы мне не дали этого». Он говорит «Когда мы тебя таким видели?» «Когда вы не сделали одному из малых сих». В моей жизни была одна ситуация, которая послужила толчком к этому размышлению. Каждый год с друзьями 31 декабря мы ходим не в баню, хотя баню любим, мы ходим в хоспис. Я одеваюсь в Деда Мороза, еще одна сестра одевается в Снегурочку, и мы идем в областной хоспис. Там лежат люди взрослые, большей частью уже пенсионеры, которые живут вторую половину жизни, и палаты по три, по пять человек. Мероприятие достаточно такое тяжелое, но знаете, я не могу сказать, что это очень сложно, потому что люди понимают, как бы это не звучало цинично, но люди понимают, что они прожили, что они пожили, кто-то доволен жизнью, в основном они недовольны тем, что их оставили, родные и близкие, что они здесь, кто-то проклинает, в том числе и Бога, и все на свете, кто-то благодарен, и не очень сложно служить в взрослом помещении, ты молишься за людей, поздравляешь, даешь какие-то подарки, и вот однажды сестра говорит мне, Сергей, у нас есть 17 адресов, и нам надо адресно оказать больным детям с ДЦП, и вот тут я подумал, а что я могу сказать матери, у которой ребенок с ДЦП, хватит ли мне силы духа подойти, обнять ее и сказать, Бог тебя любит, что я услышу в ответ, одно дело, когда ты стоишь в палате перед взрослым человеком, где 3-5 человек, и идет какое-то общение, и другое дело, когда ты остаешься один на один, с этой женщиной, которая прикована к своему ребенку, но которая не оставляет его, потому что любит его. Я говорю, ну хорошо, Оля, она говорит, ну знаешь как, если муж Дима не сможет поехать, если у него на работе будут проблемы, тогда я обращусь к тебе, поедешь? Я говорю, да, поеду. И сам думаю, хоть бы у Димы не было проблем на работе. Да. Она потом звонит и говорит, нет, надо ехать, 17 адресов. И вы знаете, вот в этот момент что-то во мне произошло, Бог мне открыл, что зачастую я в церкви делал то, что мне удобно, то, что мне нравится, то, что у меня легко, может быть, получается, то, что, может быть, надо делать, как бы то, что Библия, пост, молитва, служение, аппаратуру поставили, аппаратуру убрали, но не делал того, чего хочет Бог. То, что нужно делать, не для меня, а для Него. Иисус говорит, тебя свяжут и поведут туда, куда ты не хочешь. И это было благословенное время. Мы прошли 17 семей, и вы знаете, друзья, в одной семье я обратил внимание, что девочка, она по-другому, она в разной степени как бы поражение есть, да, кто-то и стихи там мальчики читали, кто-то вообще не может даже не реагировать на тебя абсолютно, но одна девочка, она смотрела на меня с неким удивлением. И я как бы с немым вопросом смотрю на ее маму, а мама, видно, понимая, говорит, да к нам первый раз за пять лет пришли, и мой ребенок первый раз видит Деда Мороза. И в этот момент Господь обличает меня и говорит, ты делаешь так много, но для себя. Ты просишь благословения, но для себя. Ты ищешь слово, но для себя. А я хочу 15 минут, это так мало, которые ты провел здесь, но через эти 15 минут я через вас коснулся сердца этой девочки, матери. Я был здесь, я проявил эту любовь. Друзья, я понял, что когда мы даем руки свои связать Христу и вести нас, куда мы не хотим, Господь благословляет нас, этого благословения нам одним много, мы начинаем делиться. Очень сложно проповедовать бомжу, спускаясь к нему в подвал или просто заниматься кормлением голодных. Это неблагородно, но делая это, ты даешь ему шанс, ты ему показываешь эту любовь. Когда ты входишь в хоспис, когда ты входишь в тюрьмы, ты даешь возможность людям, ты даешь возможность Богу вернуть им статус человека, статус человека, сотворенного по образу и подобию Божьему. Когда ты служишь отверженным мира сего, ты связываешь себя. Это неудобно, это плохо пахнет, это грустно видеть, это больно слышать, но это служение, это служение, которое благословляет тебя и через это благословение благословляются другие. И сегодня, друзья, мы находимся, не, давайте не так, я находился в этой системе, я находился в этой системе церковной системе, о которой мы сегодня слышали, в которой многие церкви, они и верующие люди, и церкви, они двигаются в этой системе, они живут в этой системе, они не хотят больше ничего, им хорошо, им удобно, им комфортно, получают они благословение, не получают, это уже второй вопрос, но им вместе замечательно, и большего им не надо, но Господь говорит, уйдите от меня, ибо я не знаю вас, делающие беззаконие, Господь, мы именем Твоим, мы проповедовали Тебя, я не знаю, я вас не знаю, потому что малому вы не дали того, в чем он нуждался, зачастую я видел только свою нужду, что нужно мне, благослови в работе, благослови в семье, дай слово на воскресную проповедь, потому что вдруг пастор предложил неожиданно поделиться, а тебе неудобно отказать, что подумает пастор, что у меня нет слова, и ты говоришь, Господь, дай мне слово, сейчас я подготовлюсь, дай мне слово, Господь, благослови меня, понимаете, о чем я? В деянии, в деянии апостолов, давайте откроем, 21 глава, 21 глава, есть похожая история, которая однажды произошла с Павлом, 21 глава, с 10 по 14 стих, между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агафы, войдя к нам, взял пояс Павлов и связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим, но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое, я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Здесь похожая ситуация. Здесь Павел говорит, что я готов не только руки свои протянуть, я не только готов быть узником, но я готов и умереть. И, безусловно, мы можем это понимать, читать и знать уже с прошествием времени, что, как и Петр, как и Павел, что они были казнены, они были не только узниками, но они стали и жертвой, так сказать, своего образа жизни, проповеди Евангелия. Но, друзья, если смотреть глазами духовными, сердцем духовным, то я могу понимать, что Господь ожидает от меня этой духовной жертвы, что когда я не только себя подчиняю Христу и становлюсь узником, рабом Иисуса Христа, но я готов идти до конца, я готов идти до конца и принести эту жертву духовную. В числах 32 главе есть прекрасная история, когда двенадцать колен они подошли к Иордану, то сыны Рувимовы, Гадовы, у них было так много стад, и они подошли и говорят, можно мы останемся здесь? Можно мы не пойдем за Иордан? 32 глава с первого, ну тут всю главу можно прочитать. И они говорят, можно мы не пойдем? У нас много стад, ты посмотри, какая здесь зеленая трава, нам так хорошо здесь, мы уже обжились, нам хорошо, мы здесь получаем откровения, у нас все здесь налажено, у нас служение здесь и так далее, и так далее, и так далее. Моисей говорит, вы для чего раздражаете Бога? Если вы не пойдете, вы не пойдете три колена, точнее два с половиной, то другие не пойдут, глядя на вас, они не перейдут через Иордан. Мы не получим эту землю, мы не войдем в это царствование. И в 17 стихе 32 главы, услышав то, что они могут быть соблазном, неправильным соблазном для своих братьев, они говорят, сами, первые, вооружимся и пойдем и пойдем перед сынами Израилем и до Ковили, не приведем их в места их. А дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Здесь происходит трансформация, о которой я пытаюсь сейчас сказать, что на нас лежит ответственность, на верующих лежит ответственность. Можно 15, 20, 25 лет просидеть на своем стуле в церкви, находиться в этой системе и не перейти Иордан со своим народом, не дать своему народу эту землю, эти обетования, чтобы обетования в жизни моего народа, они исполнились. И тогда они говорят, мы первые пойдем, мы в первом эшелоне пойдем, друзья. Ведь можно было перейти Иордан и последними, пустив перед собой эти 10 колен, 9 колен, а в конце тоже перейти Иордан и сказать, Моисей, мы были с тобой, мы таки перешли Иордан и потом тут же вернуться назад. Но они сказали, мы первые пойдем вооружившись. Что такое, все вы, наверное, видели исторические фильмы, что такое битва на мечах в первых рядах? Ты умер. И во втором ты тоже умер. И они понимали, что их жены будут страдать, получив похоронку. И они понимали, что это жертва, что кто-то из них не вернется, что они первые будут страдать от ран, они первые будут истекать кровью, они первые погибнут. Друзья мои, и в какой-то момент Бог проговорил мне в сердце мое, что верующие, верующие, которые желают откровений Божьих, которые желают быть Вадимым Духом Святым, должны быть первыми, переходя этот Иордан, иметь эту ответственность за свой народ, за своего соседа, алкоголика или наркомана, или просто неверующего, за мужа, за сына, за свой город, за свой район, за свою страну, потому что если мы не поднимемся, они никогда не перейдут. И мы очень часто молимся, очень часто молимся о пробуждении в наших городах. Господь, приди на это место, приди в этот город, чтобы было пробуждение, оно уже было. Если вы согласны сейчас моей мыслью, которую я скажу и закончу, скажите аминь. Я еще не закончил. Пробуждение, друзья, оно уже было, его не будет. Пробуждение нужно церквям Христовым, которые ищут Бога, которые несут это слово, которые готовы сказать, кто может сказать Богу, как неверующие, я готов, вот он я, подчинить себя, подчинить свою репутацию, пастор, епископ, просто паномаль. Вот мои руки, свяжи меня и веди. Я готов принести эту жертву духовную. И они пошли, они перешли Иордан, они сделали то, что должны были сделать, потом они вернулись, они были благословлены в том, что они сделали. Еще один пример оставил нам наш Господь Иисус. Будучи в Генесарецком саду, Он молился и говорил, пусть минует меня чаша сия. И сегодня мы об этом говорили. И мы говорили о жертве Христа на кресте, о Его ранах, о Его страданиях, о Его боли, о Его смерти. Но как часто мы вспоминаем о Его духовной жертве, о которой Он понимал, что в какой-то момент, когда Он примет грех всего мира, Он будет разлучен со Своим Отцом. И уже на кресте Он говорит, Отче, почему Ты меня оставил? Зачем Ты меня оставил? Это трудно понять, это трудно осознать, как Бог Триединый, Отец, Сын Святой вдруг, Сын говорит, Отец, зачем Ты меня оставил? Но Бог Святой, Он не может иметь ничего общего с грехом, а Иисус, Он взял на Себя весь грех мира. И на какой-то момент Он был разлучен, и когда Он в саду, Он молится Отцу, у Него эти переживания, Он потеет, вот она первая кровь, Он понимает, что в какой-то момент Он будет оставлен Отцом, Он будет оставлен Отцом, но тут же Он говорит, впрочем, не моя воля, но твоя. Однажды друзья, мы должны сделать выбор, кто-то уже его наверное сделал, наверняка, кто-то наверняка имеет это откровение, имеет эту исповедь в своем сердце, кто-то живет так, кому-то это предстоит, сделать выбор духовной жертвы, именно духовной жертвы. Господь не ждет от нас схемы в нашей жизни. В 6 утра встал, кофе, Библия, молитва, работа, там чуть-чуть сказал, там чуть-чуть сказал, неделя прошла, в воскресенье пришел в церковь, послужил, там послужил, там не успел, там кого-то благословил, и так 15 лет, 20 лет, 25-30 лет. Господь говорит, тебя свяжут и тебя поведут, куда ты не хочешь. Посмотри сегодня вокруг себя, может, даже в церкви твоей есть то, чего ты не хочешь делать, но это нужно делать для Бога. Возможно, это воскресная школа, некому вести воскресную школу, но это нужно, потому что детям нужно давать хлеб насущный. Возможно, это другие служения, может быть, это кормление голодного, возможно, это реабилитация, возможно, это посещение больницы, тюрем, но этого никто не делает, потому что нет желающих сказать, Господь, мне это не хочется делать, я не знаю, как я буду это делать, но вот мои руки. Веди. И Петр в первом послании Петра во второй главе со второго пятого стиха он говорит о жертве духовной, что мы должны слагать наш дом духовный, принося духовные жертвы. Я заканчиваю, сейчас я хочу вам прочитать, чтобы мы можем строить правильное основание, мы можем залить фундамент своего дома на правильном основании, и мы можем даже цокольный этаж возвести, и это время первой любви, а потом забыть, оставив духовные жертвы и наслаждаться тем, что было во времена первой любви. Мы можем возвращаться к нашей лодке, мы можем мысленно, эмоционально желать того же самого. Друзья, в таком случае я понял для себя, что я так и буду этим младенцем во Христе, пока я буду желать того, что было со мной 20 лет назад. Это было прекрасное время, но оно больше никогда не повторится. В той интерпретации, в том состоянии, в каком оно было, оно больше никогда не повторится. Мы вчера сидели, кушали, и ребята вспоминали о том, как я когда-то шутил в центре, да, я там взял на себя добровольно роль клоуна и ободрял ребят, веселил. И я понимаю, что мне это приятно слуху, потому что им было хорошо, нам было хорошо, но этого уже никогда не повторится. Это уже в прошлом. Но то, что есть сегодня, это то, что Бог, Он смотрит на тебя и смотрит на твое сердце, и на твою готовность, желание принести эту духовную жертву, умереть на себя и тем самым прославить Бога, тем самым получить этот инструмент, чтобы быть на этой лозе, которой есть Иисус Христос, и принести много плода. Знаете, плоды приносятся не там, где нам хорошо, удобно, комфортно, а там, где нам труднее всего, там, где мы потеем, там, где есть духовные переживания, там, где есть борьба, там, где есть противостояние. Аминь. И я все-таки прочитаю 2 глава со 2-го, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение, ибо вы вкусили уже, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. И только через эти жертвы мы сможем достроить наш дом, который основан на правильном основании, а не остаться на цокольном этаже через 3, 15, 20, 30 лет, возвращаясь опять к этой лодке, опять к этому состоянию. И пусть Господь благословит нас, пусть Господь благословит нас в этом и поможет достроить нам этот дом. Будьте благословены. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok